Замёрз, да? 30 минут подождал общественного транспорта. Вот что значит, когда человек любит тренироваться. Прыгает на двух задних лап в Австралии. Кингурду. Много деревьев это как называется? Много деревья. Там кто-то угадал, почему мы ходили к косметологу. Там-то, там-то, тут-то, тут-то, там-то. У нас первый раз такая ситуация. Хотели положить деньги на счёт, вырубили свет. Полетела стиральная машинка, поэтому пришлось. Приехала моя подружка, я не на параде, но мы решили сегодня никуда не идти. Маша, покажи, что тебе тётя Лена привезла. Ребята, у нас так замело, представьте вообще, просто сугробы. Транспорт не едет, муженёк позвонил, сказал, что вообще возвращается обратно. Что там, невозможно, да? Папа сейчас приехал, сказал, что там такая пробка, он час ехал. Так что, наверное, хорошо, что ты не поехал. Замёрз, да? 30 минут подождал общественного транспорта. Ничего не подъехало. Даже не 30, а больше 40 минут где-то стоял. Вот что значит, когда человек любит тренироваться. Всё равно ему, что он не доехал. Ребята, у нас так намело, вы просто не представляете. В общем, хотя бы отсюда вышли из саника. Отсюда могу им чуть-чуть показать. Смотрите, тут карандаши со своими лопатами. Ой, ребята, у нас минус 10, чтобы вы понимали. Днём. И ты туда же. Вот кому радость, да? Акапочка. Акапочка. Иди здороваться. Обниматься хочешь? Не хочу. Не хочешь? Привет. Давай. Вверх. Та-ра-дам. 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 Пам-пам. Вы счастливы? Да. Молодец, Акоп. Ага. Вам конфеты или хлопья? Хлопья. Хлопья. Мои красавицы. В общем, у нас зима зимняя. Я сняла перчатку, поэтому говорю быстро. Всё по делу. Я просто хочу, чтобы вы услышали, у кого нет снега, чтобы вы услышали этот скрип. Вот знаете, когда мороз и снег сильный, большой такой, хороший лежит. Он так скрипит под ногами. Это прям, 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 прям. Я не могу даже передать свои эмоции. Хоть и холодно, но это очень классные ощущения. Еле с вами снежком со всеми. У нас остались кадры, где мы играли с нашими друзьями в разные игры. И я сейчас их вам покажу. Ну, теперь ты расскажи. Ладно, друзья, играем в следующую игру. Называется «Алианс». По телефону читаем слова, объясняем. Мы с Андрюхой одна команда… Самурайи. Фикусы. Обязательно. Мы – самурайи. Андрюха, так это… Ваша команда как называется? Фикусы. Ты знаешь, что такое фикусы вообще? Конечно, вот смотрю на них. Два фикуса сидим. Два фикуса сидим. Мы фикусы, все, мы здесь. Так, Андрюха читает. Средоточься, сверись. Все. Подождите, фикусы, мы сейчас угадываем. Мы просто играем. Вы просто смотрите, давай. Все, лады, давай. Готовы? Поехали. Я не знаю, как назвать фикус. Шкодник, у нас так кажутся. Шкодник. Шкодник машина, а ты фикус. Шкодник машина. Не шкода. А шкодник, это вредитель. Скажи шкодник. Не скажу. Давай. Но. Но? Скажи. 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 Андрей, готов? Нет. А где вы? Вот, на столе. Да вот, на столе. Что ты же задумал? Все, давай. После того, как ваша команда отгадает слово, переместите слово вверх. Вы тоже запоминаете, потому что это вам надо. Если отгадал, например, ты показал. Если Танюха отгадал, вверх. Нажимаем, держим. А если пропускаешь, то же? Для пропуска слово. Переместите. Если она не знает, то ты вниз. То есть она, потому что если вверх балл засчитается, а если вниз, то типа она ничего не засчитается. Не обманывайте. Нет. Всегда от тебя не вера. Нет. Я буду и сам кормить ваши слова. Понял. Я все понял. Ай, все, 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 все. Ты понял? Они уже, короче... Они победили. Они эти, афферисты. Авантюристы. Авантюристы. Вот. Я нажимаю на счет и поехали. Давай. Зубочистка. Можешь говорить же. А, ты же говорить надо. Ногами играют, бьют, футбол. Когда я тебя обманываю. Обманщик. Другое слово. Сапев. На букву L начинается? Ложец. Только само вот это, обозначение этого. Ты правильно сказал, только... Ложь. Да. Режу. Нож. Да. Выбрасываю. Мусор. Да. Врач, который делает операцию. Хирург. Да. Трамвайные. Вельсы. Трамвайные, когда... Вагоны. Когда он приезжает куда? Остановка. Нет. Трамвайные, когда все трамваи из куда-то туда съезжаются. Сбор трамваев, не знаю. Он такой, не знаю, я знаю, что он не знает. Прыгает на двух задних лапах в Астралии. Кингур-ду. Грабитель сидит за решеткой. Ты умный. Все. Мы победим. Еще сколько там? Выберите команду, которая угадала слово. Покажи, сколько у вас слов? Самураи плюс восемь. Восемь слов? Теперь ваша очередь. Сейчас посмотрим. Кто? Ты? Кто отгадывает? Давай ты... Я отгадываю, ты... Читаю. Начать? Да. Угадала вверх. Все. Вот слово. Вот слово. Я тебе рассказываю... Сплетни, истории, рассказы. Даю тебе... Советы. Нет. Еще. Даю тебе рассказываю... Историю. Нет. И интригу. Нет. Дальше. Вниз. Молодец. Господи. Господи. Железо, железо. Кую. Нет, когда уже испортилось, что с ним случилось? Выбросили на металлолом. Что Юля? Оранжевое такое, что с ним? Раз... Зажгли, раскували. Нет. Оранжевое? Железо? Да. Ну, оно с ним, оно испортилось, что оно делось. Ну, быстрее. Расплавили. Дальше, Юля. Вниз надо было? Большая. Большая, Юля. Кто? Ты должен сказать. Большая. Да тут 5 слова сложнее. Нормальные слова. Но большая. Еще. Дыра. Говорит. Г. 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 Там много людей. Много людей. Большая. Много людей. Да, танцевальная. Студия. Еще. Молодец. Вы ни одну не отгадали. Мы ни одна. Но это ты не угадали. Они. Они угадали. Ладно. Ты помнишь, какие у них были? Информация, ржавчинка. Группа. Это у нас... А чем у нас три слова? Потому что на время это все. Все, теперь я угадываю. Юля, группа. Большая. Это вообще... Большая. Много людей. Ты прикинь. Просто мне говоришь. Большая. Муравья. Земля. Планета. Вода. Река. Все. А ты ничего не сказала. Ну я просто... Я так не понимаю. Большая машина. Надо понимать свою команду. Андрюха, ну реально. Андрюха. Как я тебя понимаю? Сейчас она будет рассказывать. Посмотри. Ну да, мы команда вообще суперсила. Как ты там из кемовки? Ну ты меня понимаешь. Понимаю ли я тебя? Давай. А теперь надо понять. Сейчас ты услышишь как я коп. А коп вообще... Как я коп? Гаварю. Угадал вверх. В следующем месте. Погнали. Это уже очень смешно. Надо нажать на честь. Да, я думал на честь тоже надо угадать. А ты готов? Гоу. Давай. Бутерброд с мясом. Букдональдс. Бургер? Еще вариант. Чизбургер. Еще вариант. Самый простой, самый дешой вариант. Давай. На бургер. На г? Да. Да, да, да. Давай. Вариаты бургера. Бургер, чизбургер. Г. Г. Давай дальше, не знаю. Ямбургер. Ты платишь в ресторане деньги. Как это? За что? За услуги. За еду. Как это называется? Доличка. Нет, как это называется? Деньги, что тебе дали. Черт. Молодец. Не знаю эту слову. У меня пришла такая гениальная идея. Молодец. ММА. Кто там выступает? Бойцы. Боец. Да, боец. Мое. Да он еще не успел сказать. Он только сказал мы, а ты сказал бойцы. Боец. Хорошо, ладно. Ладно, у нас два-два. Два-два. То я вообще-то предлагаю тебе тоже за ними смотреть, пока я снимаю. Потому что это такие... Я не обманываю. Два угадали? Не, Ваэри, я тоже не собираюсь вас обманывать. Ну, дверься мне. Че победили? Подождите. Подождите. Куда? Сейчас посмотрим, что ты там будешь рассказывать. Что ты мне читаешь? Я же не знаю. Я же чуть-чуть... Давай, старт. Фикусы. Поехали? Да. Фикусы. Фикусы, давай. Поехали. Фикус мой. Фикусы, давай. Так, начать. Накачала? Губы. Не показывай. Куда? Вверх. Вверх. Молоко перекисло? Йогурт. Кисло-молоко. Еще. Кефир. Есть, правильно. Я тебя... Я над тобой держу. Я главная. Я твой директор. Шерство. Еще. Я управляющую. Я над всеми держу что? Начальник. Я над всеми... Я всех что-то делаю. И одним словом... Поехали? Нет, проехали. Вниз надо было. Красный, зеленый... Есть. Толстый здесь... Живот. Есть. Не кислое... Только что, что было. Не кислое... Не кефир, а что? До того, как стал кефиром... Молоко? Есть. Косолопый. Есть. На холубу все, что на кухне... Есть. Все. Семь. Все. Не уходи. Подожди. Семь было, а всего фикусы. А у вас было шесть. Получается. Шесть. Да, молодец. Ну ладно. Я нажимаю поехали и поехали. И гаут. А, еще начальник. Я тоже помню, что это. В пустыне живет колючий. Какой-то кактус. У меня тут в голове. В истине. У меня тоже волосы. В голове. Мозги. Собака длинная. Такса. Молодец. Человек, который рубит дрова. Дрова сег. Когда я кашляю, чихаю... Заболел. Ну, это... Правильно. Вот это слово правильно, но... Заболел и захворел. Ой, вот ты правильно сказал. Захворил. Что это такое? Заболевший. Первое. Вот это, да. Заболел. Заболевание. О, заболевание. Да, считаем. 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 Ну ладно. Деревья растут много. В огороде. Много деревьев это как называется? Много деревьев. Много деревьев, ну... Лес. Плавает в воде. Тоже постучало уже. Да. Все. Эй. Эй, акула, ты что? Сейчас я читаю. Мне рассказывай. Танюша, мне не надо. 19. У нас уже 19. Мы побеждаем. Фикус будет сегодня? Я переживаю. На настроение. Давай, уже знаешь, как раздельничать. Юля, вставай. Так проще. А дуванчик? Нет. Вот это все везде. Пух. Это болитый пух. Снег. Воздух. Вверх. Ползет. Змея. Змея. Нет. Зеленая. Да. Ползет такая зеленая. Огурчик. Ты можешь молчать? Я тебе сейчас дуваная еще. Такая. Зеленая ящеричка. Вот это цветочка такая. Ящеричка. Дальше. Вверх. Вниз. По утрам. Вон. Кофе. Кофе. Вверх. Вон. Вот это. Футболка. Я тебя. Люблю. И еще. Ценю. Уважаю. Уважение. Из молока сладкий. Делать. Из молока сладкий. Ну молоко. Да. Фото. Альбом. Да. Можно последний. Последний можно? Можно. Только ты должен включать. Ну ладно. Вообще. Ну ладно. А коп первый сказал? Ну ладно. Да я и так бы узнала. Фикус. Зеленая ползет. Слезет. Слезет. Ручкой макаешь и пишешь. Чернила. Есть. Прыгаешь. Скакалка. Молодец. Ты мой друг. Конечно. Заполняешь какую-нибудь... Анкету. Нет. Еще вариант. Когда загадка там-то присутствует. Кроссвор? Нет. Кроссвор в другом формате. Тяжелый. Играем. Мы с тобой. Ладно. Это. Стакан. И еще какой-то вариант. Кружка. И еще какой-то вариант. Чашка. Вот. Бумажка. И еще. Когда переворачиваешь. Конечно, куда. Это моя. Спина. У них легче слабенькое. Одежда. Когда ходишь в школу. Форма. Да. Ты куда-то идешь для чего-то, чтобы быть... Занятым. Нет. Занятия. Нет. Сейчас можно всем угадать. А, и мне тоже можно угадать? Да. Вы вдвоем угадали. Все, мы втроем угадали. Одежда, когда идешь для чего-то. Когда я иду... Ты должен быть... К чему-то. Готовым. Готовность. Подготовка. Да, подготовка. Все, Иль. Это на? Нет. Не вниз. Готовым. Готовым. Да все, он уже этот балл нам убрал. А, фикусам, смотрите нам. На. Все равно мы делаем успехи. С тобой не играю вообще. Конечно, ты со мной всегда играешь. Юля. Бомбей. Продолжить. Юля. Не забывай. Фикусы вперед. Порехай. Правильно вверх. Не знаешь вниз. Ага. Фикусы. Начать. Газ. Газ в машине. Есть. Валют. Валют. Деньги. Валюты. Что с ними делают? Есть. Одевает в худи. Он есть. Садится в машину, в трамвай. Человек. Человек, который сел. Есть. Так, не подведите, пожалуйста. Все слова не угадываем. Это ты сейчас, Юлька. Давай. Юлька. Они угадают, они однозначно. У вас 55, а у нас 7 слов. Фикусы вперед. Тише, тише, тише. Время. Зубная. Щетка. Войскового защита. Форма. Это защита. Пишут в школе. Тетрадка. Отличный. Отличный еще. Что отличный? Оценки. Что? Вот это. Отличный результат. Классный. Юля, еще. Не делай мне нервы. Он лежит. Желтый лежит. Желтый. Желтый. Спички. Спички. Банан. Банан. Крик. Давай, давай. Без новых. Мы в море, в океане. Без новых. Русалка. Русалка. Давай. Все. Фикусы. Все, там мало было. Все, вы проебали. Нет. Фикусы 61. Фикусы. И время пить таблетки. Юля, фикусы. Да у нас 55. Вы что понимали? Ладно, друзья. Все. Хочу сказать. Они вдвоем победили. Мы вдвоем проиграли. Ну, такое тоже бывает. Надо уступать своим женам. Что поделаешь? Что поделаешь? Ой, ладно. В смысле? Вот так в смысле? Это честная победа. Мы боролись до последнего. Никакой честной победы. Это все без отмана. Это все честное без отмана. Отман был. Это поддача. Поздравляем. Мы реально достойно выиграли. Поэтому мы фикусы-красавчики. Молодцы. Ладно, поздравляем. Самураи лучшие. Самураи лучшие. Самураи лучшие. Мы наши лучшие самураи. Мы вас любим. Обнимаем, целуем. Это правда. Хотели или не хотели? Смотри, они в тупо курицу не едят. Не, они голодные. Тут тоже песили. Он голодный. Голодный. Да, он еще не понимает. Кушает, кушает. Хорошо. Все хорошо. Мы мясо не едешь, что забыли, что это такое. Ну, может. Так я так и не понял, дорогая. Там кто-то угадал, почему мы ходили к косметологу. Нет, никто не угадал, но ответы были. Всем спасибо, кто писал ответы. Были варианты бровки. Были варианты... Губки. Ну, короче, правильного варика не было. На самом деле мы ходили колоть мне ботокс. А мне пришлось просто сидеть и наслаждаться ничем. Ну, в общем, сейчас мы идем на повторную процедуру. Это так всегда делается. То есть делается первые пару уколов, потом через две недельки приходишь и еще раз делается. Называется коррекция. Это я все уже знаю. Ты так все знал хорошо. Мы пришли в тот же самый салон красоты на коррекцию ботокса. Как задумали. Мы как супер порядочные клиенты пришли на 30 минут раньше. Но на самом деле сейчас такой какой-то непорядок с транспортом и непонятно, как ехать. Он по времени не едет. Мы решили лучше пораньше приехать, чтобы не нас ждали, а мы подождали. Да, шеф? Нам, как обычно, тут любезно предложили кофе. Мы не отказались. Мне пока что нельзя. А у Копчик выпить свой любимый Американу. И когда мы выйдем уже после процедурки, я вам расскажу всю историю по поводу того, как я колю, что я колю. И вообще, что я пробовала издать всех вещей в своей жизни. Все, нам даже не пришлось ждать полчаса. У нас быстренько доктор взяла, и я уже тут. Ребят, ну раз такое дело, я уже призналась вам, что я делала, то я вам покажу, кололи мы мне лобик. И видите, он вообще идеально зафиксирован. То есть, в принципе, мне повезло. Все с первого раза. Обычно, если честно, с первого раза не всегда получается. У меня кольнуть, то есть, меня не все препараты берут. А в этот раз, ну, получается, коррекцию делать даже не нужно, потому что все идеально. Если вы помните, буквально недавно я была совсем с другим лобиком. То есть, лоб у меня очень подвижная мимика. Я очень много смеюсь. Вы все сами знаете, вы все пишете. Ты всегда на позитиве. Танюшка улыбается, твой смех заразный. Да, я очень много смеюсь. И причем, наверное, с самого детства. И поэтому, то есть, лет с 25 я начала в лоб колоть ботекс. Потому что, ну, другого варианта не было. Он у меня не фиксировался. И все косметологи говорили, что, ну, там, либо какие-то операции, чтобы не было этих страшных, таких морщин. Либо только ботекс. То есть, вот так. Так что я делаю эту процедуру, к сожалению. Так, как сказал муженек, получается, мы приехали попить кофе. Ты хотела рассказать, что ты там по поводу посещения салона красоты, что там тебе не понравилось. В прошлый раз что-то было не так. Так-то, 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 так-то. Там-то, там-то, тут-то, там-то. И так-то, 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 так-то. Давай. Все завел, все завел. Хочешь болтать, болтай. В общем, друзья, что я хотела вам рассказать. По позапрошлом видео ссылочку, окопчик прикрепит в описании, посмотрите. Я там рассказывала по поводу двух зон. Короче, в разных концах мира я этот ботекс колола. В том числе и в Ереване. И мне посчитали это все. Везде это считалось как одна зона. Сюда я приехала. Короче, я не уточняю. Ну, да, я кое-что сделаю. Да? Все хорошо. Хотела дуван у меня здесь. Да, дуван не получилось. Да, да. Давай, ладно. Короче, меня здесь я записала. Все по рекомендации, все по хорошему врачу. И он мне, в принципе, понравился. Все хорошо. Только по деньгам стала такая получилась несостыковка. Потому что мы пришли, я с администратором переписалась. Я сказала, мне одна зона, лоб. Она сказала, да, хорошо. Записала меня на время. Мы пришли, врач меня отколол. Все как бы здорово, замечательно. Мы выходим, и она нам считает двойную сумму. Я говорю, почему двойную? Типа, вы же мне одну зону кололи. А они сказали, нет. Вот типа, лоб, это вот одна зона. А вот это между бровью, это вторая зона. Я говорю, вы что? Типа, я колола? Ну, это, я 10 лет это колю в разных салонах. Дорогих, дешевых. Всегда по рекомендации. Ну, то есть, это не важно где. В разных странах. У многих врачей, вот где я нахожусь, я это колю. Постоянно. То есть, мне этого хватает там на полгода, и бывает, и нет, смотря в каком ты климате находишься. И я была немножко в шоке. Они говорят, нет, нет, это у нас так, это две зоны. Типа, я говорю, почему тогда администратор меня не предупредил? Ну, в общем, окоп сказал, что это я должна была уточнять. А я, поскольку я 10 лет это делаю, и нигде я такого не слышала, я, ну, не знала, что это нужно уточнить. Этим я осталась недовольна, потому что... Возмущена. Да, возмущена, потому что я как бы не ожидала. Хорошо, что я пришла с мужем, я могла взять определенную сумму денег, сколько они мне написали, и, ну, у нас все деньги всегда у него, я там особо лишних не беру, потому что я такая, что я просто могу их потерять, особенно если это наличка. Он сейчас смеется, стоит с меня. Жена недовольна, возмущена, надо решать этот вопрос. Не знаю как, но надо решить. А решили мы таким образом, высказались и забыли. Теперь мы учимся, как с легкостью отпускать то, что надо отпускать. Да, мы отпустили, это не вопрос. Я просто хочу обратиться к зрителям, кто тоже делает эту процедуру, кто тоже поливотекс, может быть, у нас есть люди, которые сами косметологи, девушки, мужчины. Напишите свое мнение, вообще это как считается у вас. Обязательно напишите город, страну. В деталях время, какое у вас там находится. Ты не шути со мной, шутки, я серьезный вопрос задаю. Я хочу понять, это только в Виннице вот так, это какой-то разводняк? Не злись, все нормально. Люди напишут, напишите, пожалуйста, видите, она злится уже. Спасибо, все, пишите. Очень нам нужно, чтобы вы написали по-братски, пишите ей, что вы из Еревана, и это две зоны, или это три зоны, обязательно напишите. У нас первый раз такая ситуация, хотели половину денег на счет, вырубили свет, и мы просто половину денег закинули в банкомат, и не знаем, что делать, сейчас сказали, что свет дадут. И посмотрим, что будет, мне кажется, там будет все по нолям, да, и надо будет позвонить в банк, сказать, что мы деньги закинули. Если это что-то даст, поможет, то будет хорошо. А карту можно было прийти на счет. Ты можешь уже... А карта, она тоже там осталась, в терминале, получается? Нет, карта сразу выдает. А, сразу карта. А, тут же, типа, всовываешь, типа, он ее зафиксировал и отдал. Ну, надеемся, что будет дело, потому что если звонить в банк, то они потом вообще тебе скажут. И кто? Ничего не скажут. Не скажут? Конечно скажут. Ты порешаешься, да? Да, не думаю, что тут так все поросло. Ладно, еще сидим и ждем, да, выйдем и расскажем вам, как все получилось. Мы ждали-ждали, света они не дали, и в итоге позвонили в банк. В банке сказали, ничего страшного, такое бывает. Так, мы оставили заявку в течение, там, одной-трех суток. Денежки, которые были внесены в банкомат, перейдут на мою карту. Никакой опасности нету. Вопрос именно упирается в том, что надо будет ждать, пока денежки появятся на счету. Все. Один-три дня. Я уже сказал. Еще, ребята, у нас из новостей, к сожалению, полетела стиральная машинка, поэтому пришлось покупать новую. Сейчас один зять перевез ее сюда на машине, второй зять спустился помогать внести. Такие траты, такие потери всегда, конечно, не вовремя, но что ты поделаешь. Так. Вообще нелегкая. Еще, ребята, мы живем на третьем этаже, и у нас нет лифта. И это вообще, конечно, не прикольно. Я убежала, я думала пойти им подержать дверь, но я сказала, чтобы не получить. Смотрите. Ай-яй-яй. Замуженка в квартире. Мастерокоп. Там еще один есть. Сейчас будут устанавливать. Тут ранение. Это все это в хирургу. Хирург где знакомый, звоните. Все, у нас ранение. Первый мастер ранен. Что делать? Скорую 911. Да, звони там, кто есть знакомый. Врачей вызывать хирург. Все, все, наши ребята справились, молодцы. Новая машиночка у мамы будет жить. А теперь от печальных новостей к хорошим. К нам едет подружка моя, очень хорошая, зовут ее Леночка. Мы с ней не виделись два года. Она приехала тоже в Украину, увидится с нами. И сегодня у нас будет такая грандиозная встреча. Я ее очень люблю, я очень скучала. И, короче, целый день я то убиралась, то готовилась. Сейчас вам покажу, у меня тут картошечка. По маминому армянскому рецепту запекается. Я вроде все дела поделала, а сама еще даже не начинала собираться. Приехала моя подружка, я не на параде. Но мы решили сегодня никуда не идти. Просто посидеть с мамулей нашей. Вот моя Леночка, Ленусечка. Привет, из Вильнюса. А Копчик пробует картошечку Танюшкину. Супер вкусную. Еще я сделала хачапурики, если что. На секундочку. Ты еще не ела, не надо. Все, давайте все кушаем. Всем приятного аппетита. Сегодня, я думаю, застолье мы больше снимать не будем. Мы сто лет не виделись. Нам надо поговорить. А завтра продолжим. Бегом, Андрей. Бегом, бегом, бегом. Иди, иди сюда. Вот, вот он у меня в кармане. Смотри. Иди, иди, смотри быстро. Иди, что тут? Смотри. Ты должен сейчас сказать громко, громко, громко. Мудрец. Мудрец. Давай. Держишься? Да. Все, ты в ловушке. Тебе не больно? Нет. Вставай на ножки. Давай, я тебе помогу. Вставай на ножки. Ему так интересно. Ты постоянно что-то придумываешь новое. Вставай. Подожди. А он говорил уже на канале Сириканян Фэмили? Да. Скажи. Давай на колене. Еще раз. Вы на канале Сириканян Фэмили? Не на канале Сириканян Фэмили. Не может это сказать и все. Что это за не хочу? Что это не хочу? Я тебе кину туда и оставлю. Сириканян Фэмили, да ты на канале? Ну не мучай его уже. Не можешь. Все, убегай от меня. Убегай, а то я тебя спасу. Давай, я его держу. Андрюшка, я его держу. Давай, давай, давай. Давай, давай. Не поймал. Сейчас вернется. Да. Играем? Не. Ну хорошо, ладно, отдыхай. Не, не можем. Тогда иди сюда. Не, играем. Он любит, когда ты ему делаешь не поймал. Так не поймал, поймал, потом играл. Не поймал. Маша, покажи, что тебе тетя Лена привезла. Ой. Маша. Лена, ты мне привезла подарок Андрею. Андрей. Андрей, а бананы, а сладости тебе? Андрей, скажи, нельзя так. Держи. Что ты ему дала? Не, давай. О, Машуля, смотри, что это. Покажи, я сама. Смотри, что это. О, это Машка. Это помада. А тебе какие, покажи. Дашь одну. Какие тетя Лена привезла. Давай, давай, давай. Вот это можно? Нет, мам, давай, давай. Утю, тебе что за хитрый дюк? Машуля делится, да? Дашь мне одну? Пожалуйста. Один. Я тебе прошу одну конфету. Пожалуйста. Ты видишь? Что? Что? Дай. Дай, пожалуйста. Дай, Андрюшка, ему одну конфетку. Чуть-чуть конфеты. Дай, но ты же не жидок, ты же... Смотри, что он делает. Он откреплый. Не, не хочу, дай помешки, если хочешь. Не, зайка, спасибо. Что он мне дал? Андрей. Да, вот так, да? Ну все. Юля, дай, как это, что он откреплый. Ты что, Жадеба? Мы с тобой кладем единорожим. Единорожим. Я знаю, я знаю, это помадка. Я не хочу открывать. Я хочу единорога, зай, показать. Дашь мне конфетку? Это вы такие помощники все. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Посмотрите, какая красота у Машины. Не, одну одну конфетку дашь? Андрюшечка, а ты что, ты дал окопчику конфетку, да? Я ему дам наклейку, Андрею, конфетку ему дам. А я ему всегда дам единорожку. Молодец. А то он мне окопчик принес конфетку. Я говорю, ты где взял? Как вы поняли, Андрей все-таки мне конфетку дал. Чуть-чуть с ним надо было договориться. Я договорился. Маша мне помогла. И все было четко. Спасибо ему, конечно же, все-таки за то, что он смог поделиться со мной конфетой. Это очень щедрый шаг с его стороны. И на этой красивой минуте мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. Говорим вам спасибо, что вы посмотрели наше видео до конца. Поставили лайк, подписались, написали комментарий. И еще добавик нажали на колокольчик, чтобы не пропускать наши эфиры. Все, друзья. Пока-пока. Пока-пока.